Это Крым Реалии, программа о том, как живет оккупированный Крым. Я Дмитрий Евчин. Смотрите специальный выпуск. Мы забрали доказательства военного вторжения России в Украину. Смотрите в выпуске. Как элитные российские подразделения штурмовали Крым. Хаотичная стрельба фактически со всех сторон. Пули залетали уже в середину здания. Почему украинцы не открывали огонь по оккупантам? Если бы мы в Крыму сделали единственный выступ, показали бы это все в телевизор. Как украинцев в Крыму убеждали предать? Обещали очень большие стипендии, что мы будем служить на самых новых кораблях, что у нас все будет хорошо, что нас там в Украине никто не ждет, что на нас там уголовные дела позаводили. 28 февраля российские военные открыто и незаконно пересекли границу с Украиной в Крыму, перебросили на остров боевые вертолеты. Однако российские солдаты появились в Крыму еще раньше. На этих кадрах, отснятых 24 февраля, зеленых человечков везут в Ялту Уралами. После высадки на полуострове они блокировали украинские военные части. Тактика везде применялась одна и та же. Гражданские несколько человек блокировали, например, въезд в военный городок. Каким-нибудь транспортом ломались двери и с криками «Вы уже не будете стрелять в мирных людей». Начинался захват. «Россияне прикрывались живым щитом. Их вперед толкали. В лучших традициях. Впереди шли вежливые люди. Вот эти ребята очень хорошие. Их великоохраняемым объектом границы поста». «Насильно?» «Конечно, силой». С помощью такой же тактики люди в форме, без опознавательных знаков, брали в осаду заставы и пункты пограничного пропуска. Сопротивляться пограничники не могли. «Что предприняли пограничники с целью остановить нарушение государственной границы?» «Пограничный наряд 15 человек. 7 женщин среди них. 100 человек вооруженных с техникой. С территории Украины заблокировали. С той территории 12 машин. Что может сделать пограничный наряд?» 18 марта 2014 года диверсионный отряд ГРУ Игоря Гиркина захватывает картографический центр в Симферополе. Воинскую часть обстреливают из пулемета «Калашникова». Из автоматов расстреливают прапорщика Сергея Кокурина, который находился на наблюдательной башне. Он первый украинский военный, убитый во время аннексии Крыма. «Что там можно из того автомата увидеть? Стоит там кто-то в окне или не стоит?» «То есть, грубо говоря, поливали направо и налево». «Направо и налево». «Хаотичная стрельба фактически со всех сторон. Здание, ну, по крайней мере, там, где я находился, было сооружено, ну, а еще старое здание из ракушняка такого, потому что фактически пули залетали уже в середину здания». Исторические кадры. Командир 204-й бригады тактической авиации Юлий Мамчур вместе с солдатами без оружия, только с флагом в руках. «Черни, мэры Украины, ни слова не боятся!» Прорываются к своей части. Россияне уже захватили аэродром Бельбек, который удерживался украинскими военными. Как при такой осаде поведет себя личный состав, спрогнозировать было трудно, вспоминает Мамчур. «Довольно была сложная ситуация с личным составом. Я знал, что многие военнослужащие имеют родственников россиян. Имеют военнослужащие мужчины, жен россиянок. Или наоборот. И как они будут действовать, мне довольно трудно было спрогнозировать». Александр и Дамир в 2014-м были курсантами Академии военно-морских сил Украины имени Павла Нахимова в Севастополе. Выпустились уже в Одессе. Теперь они офицеры, командиры боевых катеров. Ребята вспоминают, как в 2014-м их настойчиво убеждали перейти на российскую сторону. «Обещали очень большие стипендии, что мы будем служить на самых новых кораблях, что у нас все будет хорошо, что нас там в Украине никто не ждет, что на нас там уголовные дела позаводили, показывали нам там документы, что от нас родители отказывались». Также украинским военным было сложно поверить в то, что их части захватывают те, кого они очень хорошо знали. «Анализующие уже…» «Ну, анализируя уже те события, приходишь к выводу, что все это было спланировано заранее. Потому что к нам прибыли военнослужащие, которых мы знали очень давно. Они были у нас на всех полевых занятиях на полигоне АПУК. Наши части всегда были рядом». «Всегда были рядом». Какие подразделения российской армии участвовали в оккупации Крыма под присягой, рассказывает командующий военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук. «Кто скрывался за названием «зелёные человечки», – ему докладывала разведка. «Мы смогли их идентифицировать как военнослужащих 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России». Это подразделение дислоцируется в Севастополе. До аннексии Крыма морпехи участвовали во Второй российско-чеченской войне. Сейчас воюют в Сирии. «Были идентифицированы военнослужащие 45-го полка специального назначения воздушно-десантных войск Российской Федерации». Элитное подразделение перебросили для оккупации Крыма из подмосковной Кубинки. Десантники подчиняются ГРУ – Главному разведуправлению Российской Федерации. Именно они захватывали здание Верховного совета Крыма в Симферополе 27 февраля 2014-го. С 2014 года 45-я бригада спецназначения воевала на Донбассе. Там понесла потери. Вот один из бойцов российского подразделения. Его на фото из Донецкой области идентифицировали волонтеры «Информ Напалм». А это кадры прощания с погибшими. Видео отсняли родственники десантников. Федеральные каналы об этом не рассказывали. Также украинская разведка идентифицировала в Крыму бойцов 76-й десантно-штурмовой дивизии России. И уже в августе 2014-го этих псковских десантников министр обороны России Шойгу награждает за участие в оккупации Крыма. Эти кадры показывает российский телеканал НТВ. В этом году вы с честью выполнили специальные задачи по возвращению Республики Крым в состав Российской Федерации. 28 февраля 2014-го бойцы подразделения захватили военный аэродром в Кировском. После аннексии псковских десантников из Крыма перебрасывают на Донбасс. В сентябре 2014-го украинские военные уничтожили почти всю первую роту подразделения. Это около 70 российских военнослужащих. На этих кадрах те, кого взяли в плен. Псковские ребята. Смотрите документы псковских ребят. Смотрите далее. Какие подразделения из Чечни поехали Крым брать? Казань брал, Астрахань брал, Крым освободил. Почему украинцы не исполнили воинский устав? Я как раз одному из командиров звоню по телефону и спрашиваю, почему вы не стреляете? И зачем Россия после аннексии напичкала Крым новейшим вооружением? В единице минут готовы открыть огонь по воздушному противнику. Расследователи доказали, что в оккупации Крыма участвовала 18-я отдельная мотострелковая бригада. Она базируется в Чечне. Исследовав более тысячи профилей российских военных в соцсетях, авторы узнали, как россияне добирались до Крыма, где дислоцировались и какую военную технику использовали. Начиналось расследование с одной маленькой детали. Хакеры из украинского киберальянса взломали почту этого человека. Его зовут Александр Попов, начальник продовольственной службы воинской части в Чечне. На его электронке было два, казалось бы, неприметных приказа. Вот они. Ниже поименованных военнослужащих батальона специального назначения полагать 7 марта 2014 года убывшими для выполнения боевой задачи. Снять с котлового удовольствия. Выдать сухой паек сроком на 11 суток с 7 марта по 17 марта. Какие боевые задачи должны были выполнять почти 1100 военных страны, которая по состоянию на 2014 год официально боевых действий не вела? Зафиксировано и это подтверждено данными военной разведки активное применение военно-транспортной авиации непосредственно самолетов Ил-76, которые перебрасывали подразделения воздушно-десантных войск в аэропорт Анапы. Из Анапы и Краснодара военнослужащих уже транспортировали в Крым по морю. В частности, армейцы 18-й бригады просто садились на паром через Керченский пролив и небольшими группами в форме без опознавательных знаков пересекали границу Украины. Вот их фотографии из соцсетей. Магомед Хаматаев, пулеметчик, позирует для фотокамеры на пароме Николая Алексеенко. Айдемир Мустафаев, водитель, на том же пароме. Вот еще одно фото уже с военной техникой. Также россияне перебрасывали свои войска с помощью боевых кораблей. Непосредственно переброска на территорию Крыма с юго-военного округа осуществлялась с помощью больших десантных кораблей. Нами четко установлено, что, например, большой десантный корабль «Азов» он непосредственно перебрасывал на территорию Крыма подразделения 31-й отдельной бригады. Военная прокуратура зафиксировала переброски войск и транспортными самолетами, и вертолетами непосредственно на аэродромы Черноморского флота в Крыму. На этом видео бойцы 18-й бригады на фоне самолета с бортовым номером РА-78-805. Он принадлежит военно-воздушным силам России. Армейцы над Чеченском обсуждают свои боевые достижения. Тут самолет, который прислал Путин по возвращению Крыма. Слава Всевышнему! Мы сделали то, что начали. С гордостью едем домой. Эта вещь прямо на нас едет, да? Это что-то. Мы потом поедем в Донецк, не так ли? Казань брал, Астрахань брал, Крым освободил. Знакомьтесь, это Владимир Лукьянцев. Пулеметчик 18-й бригады выставил в Одноклассниках фото с подписью «В Крыму». На снимке он стоит на фоне БТР-82А. Это глубокая модернизация БТР-80. В Украине такой техники не было. А это уже видео, опубликованное 13 марта в Ютубе. Колонна российских БТР-82А 18-й бригады едет по трассе Керч-Феодосия. Направляются, вероятно, на север Крыма в село Воинка. Деревня Воинка – достаточно интересное село, которое находится на стратегической трассе Армянск-Джанкой. В селе Воинка не следует забывать большие запасы с топливом. Оно является стратегическим с точки зрения горюче-смазочных материалов, а также как перекидной пункт к северному Крыму с входом в Херсонщину. Весной 2014-го российские военные из 18-й бригады не скрывали, где они, и выкладывали фотографии с геотегом «В Воинке». Здесь они, предположительно, разбили свой лагерь. Это видео отсняли очевидцы в селе. Чётко видно военную технику. Чтобы проверить эту информацию, мы специально приехали в Воинку. Местные рассказали, что здесь действительно были военные в марте 2014-го года. Крестьяне даже подкармливали оккупантов. Чисто как от души. Там угостили закаткой к чаю. А так они нормально себя вели. Воинку для чеченской бригады выбрали не случайно. Здесь есть мечеть имени Ахмата Кадырова, отца главы Чечни Рамзана Кадырова, открытая ещё в 2010-м году. Большинство военных этого подразделения родом как раз из Чечни. Аллаху Ахмад! Мы тоже разыскали российских военных в соцсетях, которым в марте выдали продовольственное обеспечение и снарядили на боевое задание. Из нескольких десятков бойцов 18-й бригады нам ответили двое. Из переписки ясно, что они были в командировке в Крыму в марте 2014-го. Асвадин, здравствуйте! Я журналист Крымреалии. Мы готовим материал о событиях 2014-го года в Крыму. Вы бы могли рассказать, как всё происходило? Нет, не могу, брат. Я теперь в полиции работаю. А может, посоветуете кого-то, кто с вами тогда был в Крыму? Тебе это никто не расскажет, если он нормальный человек. Здорово! Могу рассказать, но, к сожалению, не буду вам ничего рассказывать, так как я до сих пор служу в армии. А в армии есть такой закон не разглашать военную тайну. А ответь мне, пожалуйста, на вопрос, где ты меня увидел, или мои фото, что я был в Крыму и так далее. Или откуда ты что-то узнал за меня? Исследовав профили российских военных в соцсетях, мы заметили, что многие из них неактивны, начиная с 2014-го года. Помните Владимира Лукьянцева, он засветил БТР? Вот что пишут на его страничке в Одноклассниках в комментариях. Царство Небесное. Вечная память. Да к мне сказали, что их в Гражданском перевели потихой на Украину, и там дали оружие. И Вова там был ранен. Подорвался. Мне сестра так сказала. Я тоже не верю. Надеюсь, это ошибка. А где? Он же в Ростове был. Он мне говорил, что на Украине. В оккупации Крыма участвовали около 20 тысяч российских военнослужащих. Часть потом перебросили на Донбасс. Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук опубликовал список российских солдат, погибших в Украине в 2014 году. Среди них 29 представителей именно 18-й бригады. Интересно, что и первая российская техника на Донбассе прибыла из чеченской военной части. Это первый трофей украинской армии РСЗО «Град», который захвачен украинскими военными. Напомню, это 13 июня. Еще никаких действий не произошло. И в машине этой были захвачены документы и формуляры 18-й мотострелковой бригады. В феврале 2014-го военные обвиняли исполняющего обязанности министра обороны Украины Игоря Тенюха в бездействии. Сейчас под присягой адмирал заявил, что все-таки отдавал письменные приказы применять оружие. Однако соответствующих документов об этом нигде нет. Приказы хранятся в Министерстве обороны. Это раз. Второе. На заседании, который проводил в Министерстве Верховный главнокомандующий, когда убили тогда прапорщика, это был еще один раз, когда было дано разрешение открывать огонь. Как вы можете объяснить, что в письме Министерства обороны 21-го, 11-го, 2016-го года отмечено, что приказы про применение оружия и открытие огня с подписью министра Тенюха в министерстве отсутствуют? Этого я не знаю. Юлий Мамчур рассказал Крымреалии, что во время аннексии полуострова в самом деле регулярно связывался со своим руководством, однако в ответ не слышал никакой конкретики. Мои информационные справки шли моему руководству, а рекомендации они не могли мне предоставить. Единственное, что мое руководство в Виннице сказала, что даем тебе возможность решать все самому на месте. По уставу военнослужащий любого уровня, от солдата и до командира, имеет право и должен стрелять, если на территорию его воинской части заходит посторонний человек. Я как раз одному из командиров звоню по телефону и спрашиваю, почему вы не стреляете? Ответ – ну как я могу? Я же в центре города. Бригада в Перевальном на момент аннексии была наиболее боеспособным соединением на полуострове. Все прекрасно понимали, что россияне ждут провокации. Более того, они эти провокации сами устраивали. Если бы мы в Крыму сделали единственный выстрел, положили бы где-нибудь убитую женщину с детьми, показали бы это все в телевизор. Мобильная пограничная застава «Массандра» – одна из тех, которые сопротивлялись. Там стреляли и только так смогли разблокировать отряд, который находился в осаде зеленых человечков и так называемой самообороны Крыма. Атаку отбили. Старший лейтенант, начальник мобильной пограничной группы, применил оружие в воздух, чтобы не допустить захвата данного подразделения. Смотрите далее. Зачем россиянам С-400 в Крыму? С-400 позволяет обнаруживать цели на дальностях до 600 километров. То есть еще при подлете к границе Крыма мы уже будем на нашей системе все это прекрасно увидеть. Какое ядерное оружие Россия завезла на оккупированный полуостров? Мы даже располагаем информацию, что уже там шесть ядерных боеголовок. Кто ответит за аннексию Крыма и какой суд возьмется за такое дело? За четыре года российские власти превратили Крым в укрепленную военную базу и полигон для испытания своего новейшего оружия на полуострове регулярно проводят военные учения, которые обязательно показывают журналистам. Вот эти маневры прошли в июне 2018 года. Над Крымом летали штурмовики, истребители, вертолеты. Стреляли самоходные комплексы «Панцирь-С-1», предназначенные для защиты от атак с воздуха. В учениях задействовали зенитно-ракетный полк и смешанную авиационную дивизию. Остальные дивизионы, которые находятся также в распоряжении этого полка, они, хотя и занимаются учебно-боевыми делами, но в то же самое время в единицы минут готовы открыть огонь по воздушному противнику. А так перед телекамерами разворачивали второй дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» недалеко от Севастополя. Это происходило в январе. Ракетная система должна контролировать небо над Чангаром и Армянском в районе административной границы с Украиной. С-400, она позволяет обнаруживать цели на дальностях до 600 километров. То есть еще при подлете к границе Крыма мы уже будем на нашей системе все это прекрасно видеть. С-400 – оборонительное оружие, однако в руках России это реальная угроза, рассказал в эксклюзивном интервью Крымреалия специалист по программам безопасности НАТО. Из-за появления в регионе российских комплексов С-400 другие страны теперь не могут гарантировать безопасность и защиту своим самолетам. Ведь эти зенитно-ракетные системы могут перехватывать почти все в небе. И реактивные самолеты тоже. Россия завезла на полуостров ядерное оружие. Такую информацию обнародовал в Европарламенте лидер крымско-татарского народа Мустафа Джамилев. «Крым превращен в такую базу, засыщенную оружием. Мы даже располагаем информацию, что уже там шесть ядерных боеголовок». Эксперты считают, в арсенале России может быть ядерное оружие разного калибра. «Когда мы говорим о ядерном оружии, то обычно представляем большие межконтинентальные ракеты, стратегическое оружие. Но нам известно, Россия разрабатывает ядерное оружие небольших размеров. И это, конечно, тоже недопустимо». В НАТО надеются, сдерживающим фактором для России в Черноморском регионе будет Турция. Страна имеет вторую по численности армию среди всех членов Альянса. Кроме того, в НАТО решили увеличить свое присутствие на юге Европы. «НАТО понимает, что необходимо усиление, и именно поэтому было принято решение, что на базе румынского многоцелевого учебного центра будет развернуто постоянное обучение. Постоянно в Черное море будут заходить группы натовских кораблей». Сейчас всю информацию о вторжении российских военных собирают для международных судов против России. Однако отдельных рядовых, вряд ли когда-то накажут, другое дело командующий состав, Международный уголовный суд подали более 500 страниц аналитики и доказательств против конкретных лиц. «Это как раз тот международный орган, который может установить и вынести решение о конкретных должностных лицах, действия которых, решения которых привели к масштабным нарушениям прав человека». Иски Украины против России рассматриваются в Европейском суде по правам человека, однако, несмотря на очевидные доказательства, окончательный вердикт представители Фемиды могут вынести через несколько десятков лет. «Если говорить по Европейскому суду, мы имеем примеры, имеем прецедент, например, Кипр против Турции. Мы помним, конфликт возник в 1974 году. Решение по делу, по сути, о нарушении Турции прав на Кипре датировано 2001 годом». Эксперты и журналисты собрали многочисленные доказательства военного нападения России на Украину в 2014 году. Информацию о захватчиках с фотографиями, геотегами и видеодоказательствами приобщат киску в Европейский суд по правам человека по делу «Украина против России». Это была программа «Крым реалий». Мы показываем, что происходит в аннексированном Крыму. Смотрите нас в Ютубе и соцсетях. До встречи через неделю.